всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог так что кому интересно подобного рода видео оставайтесь со мной и приятного вам просмотра начну загадочных кошек пока я их еще не раскрасила поэтому так по чуть-чуть показываю вот сейчас настолько продвинулась дело напомню что я обычно такие иллюстрации в картинах по номерам но имеется ввиду в больших то есть color tronic цветовой квест там города животные и загадочные кошки я крашу не вот сразу так села и раскрасила не ну хотя такое бывает под настроение а именно понемногу по чуть-чуть в течение дня где-нибудь как правило на кухне у меня эта раскраска лежит вот поэтому дело двигается постепенно хотя разумеется при желании можно это за час за два раскрасить вот ну и крашу как всегда ашан каждый день ашан с птичкой и икея ну в данном случае такие вот у меня канцелярские творческие материалы то что раньше я красила мазали мазали у меня здесь не все потому что некоторые в работе так дальше а сейчас я приступлю раскраски на санкт-петербург раскрасить белые ночи я ее очень люблю и почему-то хотя здесь больше летних иллюстраций для меня это раскраска такая зимняя уютная и атмосферная у меня она уже давно я ее крашу понемногу не так давно и оксана приобрела себе поэтому ее будем скорее всего раскрашивать вместе единственное что мы пока не определились с иллюстрациями но даже если наши вкусы разойдутся то это не страшно потому что я считаю что совместное раскрашивание это необязательно красить одну и ту же иллюстрацию можно одну и ту же раскраску вот значит у меня просто сейчас такой выбор стоит между несколькими иллюстрациями хотя не знаете здесь много иллюстрации которые бы я хотела раскрасить на какие-то у меня не хватит опыта на какие-то сейчас время настроение но я посмотрела вот на такую вроде бы помнится и оксана на нее обратила внимание и возможно я бы вот эту раскрасила иллюстрацию но здесь есть еще несколько которые мне тоже понравились так сейчас минутку я вот так вот поверну раскраску чтобы побыстрее все показать во-первых возможно я бы вот это раскрасила хотя здесь да нет детальной прорисовки деревьев но в принципе я думаю ничего страшного можно было бы раскрасить что-то здесь либо мэджиками либо мандалузами ну или в конечном итоге уже прорисовать вот такие листочки не хотелось бы конечно еще можно сделать раскрасить вот эти эту иллюстрацию здесь вроде бы даже странно знаете предполагается с одной стороны вроде как разворот учитывая вот этот вот фрагмент а в тот же момент вот эта часть она как-то не подходит под разворот поэтому можно и так и так раскрасить и я думаю что если я за нее возьмусь то я раскрашу сначала вот это не но в принципе то красить вообще можно как угодно вот никто никому не может запретить по сути дела можно хоть одну иллюстрацию не знаю разделить на несколько частей красить каждую часть по месяцу хоть вот так вот так ну вы понимаете да это шутка конечно вот время года тут как я понимаю зима переходящая весну наверное ну потому что здесь живут все вода заледенела и да скорее всего так но могу ошибаться вот но мне эта иллюстрация понравилась примерно есть варианты как ее красить и еще мне под настроение вот такая но честно я покупала белые ночи акварель петербургскую охру как раз таки для архитектуры мне бы хотелось особенно здесь ее применить но дело в том что с обратной стороны у меня здесь уже все раскрашено и когда вообще здесь раскрашено ну вот я красила очень давно и на тот момент это было прям верхом моих умений хотя конечно все это очень очень простенько и посредственно есть что исправить и вот здесь вот у меня вообще не было ничего раскрашено потом у меня появилась сухая пастель я раскрасила мне казалось что ну ну я и не думала о том как она что она водоразмываемая как она себя потом поведет ну потому что когда что-то начинаешь еще раз раскрашивать и не задумываешься об этом как то к тому же даже я не думала что буду как-то сильно снимать такие видео я их показывала какие-то фрагменты в обычных лайф и влогах кто ж думал что это будет настолько популярным что это даже станет и в том числе и у меня смены контента ну так вот это же сухая пастель она в общем-то водоразмываемая и к слову сказать вот это вот по моему тоже могу ошибаться но мне кажется что это что это за звук короче говоря вот это мне кажется это лира осилис акварельные карандаши поэтому белые ночи вообще могут протечь и как с той стороны что будет я не знаю в принципе под такую охру или под какой-то телесный цвет у меня есть еще а детская акварель но в общем ладно я сейчас что-то выберу начну раскрашивать и вам покажу если даже выберу эту иллюстрацию то но если что-то здесь по порчи наверное я как-то смогу это исправить сейчас уже следующий день я вчера вот здесь вот по раскрашивала использовала как и собиралась петербургскую охру и также дюны охра она как бы посветли посветлей один и потемней и поэтому я зина они как бы сочетаются очень хорошо вот здесь вот охра здесь дюны вот и сегодня утром я встала и начала раскрашивать крышу крышу я взяла берлинга металлик вот эти два цвета это так сейчас скажу металлик кримсон и металлик голд я сначала раскрашиваю вот этим карандашом это как раз кримсон и сверху голд наношу вот но здесь еще будет наверное серебро и может быть я тоже поверх что-то буду наносить здесь вот я использовала серую жемчужную белые ночи и еще вот здесь по краям это у меня виста артиста называется серая пейна у меня тогда еще не было вот это и не было в белых на в луче серого цвета поэтому я искала что-нибудь и вот взяла пейну короче как то так продвигается дело я правда сначала хотела чтобы это типа был вечер или ночь ну типа в окнах свет но потом подумала что наверное это день просто честно мне как-то очень неохота напрягаться и думать как раскрасить крышу типа при темноте да как бы что-то мне не очень хотелось запариваться с этим и хотелось сделать вот такого цвета дома поэтому я решила ладно пусть будет так но это будет день вот да с обратной стороны я же боялась что что-то протечет но нет слава богу вообще ничего не протекло ничего не попортилось что порадовало конечно возможно я со временем вот это все здесь как-то изменю вот это действительно акварельные карандаши но я на пробу прошлась кисточкой и видимо может быть потому что очень давно раскрашена она как-то не особо хотела размываться ладно что придумал потом в целом более менее мне нравится как выглядит еще хочу показать как дальше у меня дело двигается потому что сегодня утром тоже вот пока завтрак готовился я раскрашивала вот здесь вот но и тут вот по чуть-чуть раскрасила ну в принципе нормально и все-таки хорошо когда бумага такая ну по которой фломастеры очень легко скользят где где-то я говорила уже что и киевские вообще не скатывают а шан там может чуть-чуть скатать но это не критично вот абсолютно и все равно фломастеры скользят так что одно удовольствие раскрашивать но с обратной стороны ашан каждый день он вообще не протекает а шанс птичкой протекает такие тоже ну так немного самую самую малость вот ну я думаю что может быть сегодня завтра я уже до раскрашиваю просто я особо не спешу ну а сейчас я хочу по раскрашивать в раскраске медитативные мандалы вообще у меня по плану осталось еще одна раскраска но я может быть сегодня попозже или завтра в ней начну красить сейчас мне что-то не очень охота вот и я решила что хочется чего-нибудь фломастерного отдыхательного и давно я вот здесь не красила а мне это раскраска очень нравится так что здесь выбрала то по раскрашивать не так счастлив стала ли стала да и все-таки думаю может быть я что-нибудь еще сейчас выберу не знаю эту эту ну а здесь вообще в основном в принципе хорошие мандалы я вот такие не очень люблю но я думаю что их раскрашу так что у меня здесь приклеилось ладно ничего страшного да нет но здесь правда много хороших мандал вот я думала либо вот эту или может быть эту но сейчас еще выбираю может быть такую раскрасить или такую в принципе здесь детали покрупней и может быть как раз сейчас хорошо ладно в общем сейчас я определюсь и покажу вам и даже уже наверное может быть какой-то результат чем красить буду не решила ну скорее да фломастерами в качестве отдыхалочки ну я конечно сначала подумала как всегда взять вот эти всякие но у меня же типа project pen на три месяца и по project pen я хочу закончить вот эти фломастеры так как они мне лично попались плохо напитанные то есть кому-то повезло у кого-то очень хорошо были пропитаны а вот так же в коробочке по project pen у меня еще какая-то но тут канцелярия я показывала например можно взять гелевые ручки тоже как бы выйдут на палитру по раскрашивать но не знаю скорее всего фломастера потому что ну когда будет чуть-чуть побольше время и побольше такого настроения для там ручек то я конечно возьму палитру выйду их и кисточкой по раскрашиваю но я просто к тому что если получится допустим больше чем надо выйдут чтобы это можно было тоже под настроение взять еще что-то раскрасить ладно сейчас сделаю включение в итоге мой выбор пал на вот эту мандалу ну и использовала фломастеры двусторонние как и собиралась но я изначально планировала раскрашивать мандалу в желто-зеленых и возможно синих тонах так в общем то и получилось мне вообще конечно обидно что у меня не сложились отношения с этими фломастерами в том плане что как я уже говорил они плохо пропитаны и как-то уже эксперимент повторять неохота но вообще фломастеры классные потому что они очень красивые легкие их удобно держать в руке и мне очень нравится то что у них вот такие маленькие колпачки и пишущий узел он как бы толстенький то есть можно большие пространство раскрашивать но в тот же момент и тоненьким кончиком прорисовывать да какие-то детали это конечно классно это что они двусторонние они в принципе не протекают но здесь вот вообще бумага хорошая правда вот когда вот здесь зеленым красила пару вот буквально что ж такое точек здесь было но я даже расстроилась но нет они нигде больше не протекли просто видимо я отвлеклась как-то не знаю ну и насчет полосят не полосят самую малость прям очень умеренно бумагу не скатывают так что у них вообще много плюсов от цвета очень еще красивые мне понравились вот эти синие вот я здесь использовала вот эти три очень красивые вот этот вот такой необычный цвет и синие насыщенный еще вот этот голубой мне очень нравится прям вот очень это мои любимые такие оттенки зеленые вот обидно конечно что вот этот вот свет он высыхает уже достаточно сильно высох даже но я вот вот тут вот его использовала немножко вот здесь где-то еще ставила точки вот тут вот но я просто уже понимаю что фломастер на грани и его хватает только на маленькие детальки а здесь вот даже с перерывами красила потому как ну чтобы пишущий узел немножко напитался вот но в целом мне понравилось как получилось всегда неожиданно потому что вроде бы даже примерно предполагаешь как оно будет но результат всегда такой неожиданный в общем в этом project по и не я просто постараюсь использовать по максимуму фломастер и чтобы они просто так не лежали что изначально я планировала волшебных раскрасках по номерам их использовать но они меня очень сильно подводили а вот как раз мандалы красить мне кажется это будет самое топ то что детальки маленькие и как бы я думаю фломастеры использую до конца скорее всего ну в общем с пользой а это видео я буду завершать если оно вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео а еще заглядывайте в мой инстаграм для семерки рыжие три восьмерки я благодарю вас за просмотр желаю вам здоровья и вдохновение уютных раскрашивательных вечеров пусть все ваши хотелки сбываются ваши родные и близкие разделяют ваши интересы ну а раскраски и канцелярия вас пусть никогда не огорчают увидимся в следующем видео пока пока